В подъезд 62-го дома по Школьной улице, построенного в середине 50-х годов под строительное общежитие, даже не хотелось заходить. Настолько отталкивающе неопрятным он выглядел. Но пришлось. Нас ждали жители, чтобы рассказать о том, как устроен их быт. Начали с места, где по определению не уживаются две хозяйки. На этой кухне, а их всего две на такое количество человек, приходится готовить большему числу людей. Здесь когда-то было две раковины, осталась только одна. После многократных обращений в ЖЭК по поводу текущей трубы, слесари вместо ремонта просто-напросто сняли кран. Но и это только цветочки. Потолок у нас совсем разрушен. Все это течет на пол, и пол у нас тоже скоро провалится. Мы, наверное, будем скоро готовить на первом этаже. Трубы, конечно, видите сами, что в очень плохом состоянии. Все ржавое требует замены. Но ЖЭК на это не реагирует, и никакой помощи от них нет. Гидом по душевой стал маленький Никита. Говорил шестилетний мальчик сам от души, без подсказки взрослых. У нас тут скоро вухнет стена. И как мы будем тут мыться, мы не знаем. Там плывало у нас трубу. Там прямо стены шла вода. И нам съездили, починили. Потом там они... Вот, пойдите туда, посмотрите, что это. Они отрезали, ну, отломали кусок стены, и там плывала вода. Если мы до них дотонемся, то нам будет конец. А конец будет потому, что уже не один раз дети, принимая душ, ошпаривали ноги кипятком. Раковины, так же, как и в кухне, не все в рабочем состоянии. Вода, причем при закрытом вентиле, течет постоянно только из двух кранов. И не только из кранов. Когда на третий этаж включают стиральные или моются, или это, здесь вот просто под зонтиком ходят. Заливают вот просто потолок, течет вот здесь в коридоре, а в душе уже на самом деле, без преувеличения, зонтики берем и заходим, так моемся. По словам жильцов, здесь все делается только за их счет. К примеру, входная дверь с кодовым замком установлена силами собственников комнат. Работники управляющей компании общаться с проживающими не хотят, несмотря на то, что жители регулярно платят за жилищно-коммунальные услуги в среднем от двух до трех тысяч рублей. Вот я живу здесь восемь лет, был единственный косметический один ремонт. Все. У нас они были обязаны, наша жилищная вот эта вот новация, компания вот эта, должна была сделать нам капитальный ремонт. Но ничего нам не сделали. Комфортно здесь живется только ночным обитателям. А их полный набор. Тараканы, мыши, крысы и клопы. Татьяна Кимова, Алексей Ильгин, Видное ТВ.